Всем привет, дорогие друзья! С вами Барон. Ну что ж, ребят, расскажу вам о новых приключениях моих в Сампе, что вообще произошло, что сейчас случилось. Надеюсь, вы поставите этому ролику лайк. В принципе, братья, поставь лайк. Тебе как бы не трудно, мне очень будет приятно. По достижению 600 лайков я начну пилить новый видосик для вас, и он будет не менее интересен, чем этот. Вот. Самое интересное, что я хочу вам сказать, это то, что в ближайшее время будет конкурс на 1 миллион вирт. А почему этот конкурс будет? Потому что я поднял баблинский. Поднял я довольно, ну, неплохо бабла. Как же я это сделал? В принципе, на стриме я начал играть в казино. Я сначала просто играл, хернёй страдал, сыграл там на одну ставку, на маленькую, на другую, так как у меня было там примерно 3 миллиона, потом слил Элегию в ГОС, и после чего продал свой дом А-класса. Сейчас же у меня имеется на аккаунте порядка 17 или там 15 миллионов вирт, ну, где-то так. В принципе, довольно неплохо. Плюс у меня имеется домик С-класса, который я платил на месяц, и машинка вот такая вот Валтон. Не знаю, для чего я её купил, но мне просто чем-то зацепила эта машина меня, зацепил меня этот Валтон, особенно без хлама, который находится у него сзади. Когда этого хлама нету, очень довольно, ну, неплохая машинка. Купил эту машину за 400 тысяч, не знаю зачем, просто решил поиграть, покататься. Ну и, конечно же, самое интересное, что со мной произошло в ближайшее время. Давайте даже вот так вот, просто элита, элита. Так вот, хлоп, инструкторс, стажёр. Да-да, ребят, теперь я в инструкторах. Это довольно неплохо, и давно не было такого, чтобы я был в инструкторах, там, сидела, типа, йоу-йоу-йоу. Ну, а что поделать? Что ж, друзья, замутим, значит, сейчас видосик, посмотрим, чё да как. Опять же, объясню вам, как меня туда приняли, как туда проводился набор и так далее. Не знаю, зачем я сюда вступил. На самом деле, многие говорят то, что фракция довольно скучная, толку от неё нету, и, как бы, ты уйдёшь оттуда через 2-3 дня. Я, конечно, не спорю то, что я оттуда могу уйти через 2-3 дня, но всё же я готов проработать там 24 часа. Кстати, 24 часа – это мой испытательный срок. Я на данный момент просто провожу небольшие экзамены, но права я не выдаю пока что. Потом я буду экзаменатором, я так понимаю, и как раз-таки тогда я смогу выдавать водительское удостоверение людям. Это довольно-таки неплохо будет. Самое главное – это продержаться эти 24 часа. Вообще, изначально я хотел в армию ЛВ пойти, ну, дабы опять продолжить там армейскую жизнь, там, продвижение и так далее. Но потом подумал, а нахрена мне это нужно? Я лучше пойду в инструктора, там, где я ни разу никогда, кстати, не был, и посмотрю, что это, наконец-то, за профессия. Я не был в ФБРе, ну, и, конечно же, в инструкторах я тоже не был. Почему? Сам не знаю. Вдруг меня эта профессия чем-то зацепит или понравится. Минтовские профессии меня уже достали, если честно. Ну, а что касаемо инструкторов, пока еще не знаю. Это мой первый опыт, так сказать, в этой организации. Даже, кстати, для нее имеется вроде как какие-то квесты имеются, поэтому можно будет попроходить еще и квестики различные в этой организации. Что нам, на самом деле, нужно делать? Сразу хочу сказать то, что данная профессия довольно-таки скучна, и снимать ее лучше днем, но я просто решил вам рассказать, что со мной произошло, как вообще я живу, и что вообще происходит в сампике со мной, и с моим аккаунтом, разумеется. Значит, первое, конечно же, это то, что я потащил в казино, но это я скоро солью, потому что я загрелся на Габриэля Ричи, как раз таки, который играет на 25кк, я хочу с ним сыграть. Лимонов на 20, так примерно. Значит, что нам нужно сделать? Мы спокойно сюда приходим, переодеваемся, и мы уже инструктор. Собственно, делать нам ничего не надо. Мы попросту можем стоять здесь и спокойно принимать какие-либо экзамены у бомжей, которые хотят сдать на этот экзамен. На самом деле, команды я для инструкторов не знаю, поэтому сейчас можно, в принципе, зайти в ММ, где-то здесь найти... Так, я не знаю, что здесь. Помощь по игре, вот, например, задать вопрос по игре, список помощников, отображение команд. Так, ну это, короче, хурма какая-то. Помощь по игре, значит, отображение команд включено. Нафига она мне нужна, не понимаю, но ладно, не суть. Помощь по игре, правила сервера. Так, это понятно. Отображение команд, список помощников, задать вопрос по игре. Ну давай, зададим. Так. Хотя, ладно. По сути, как бы, я не смогу задать сейчас вопрос никому. Попросту, что я могу на данный момент делать, на данном этапе, так сказать, развития в данной организации. Хотя, хоть я и говорил то, что эта организация довольно-таки скучная, и смысла в ней особого нет. То есть, я тут просто выдаю водительское удостоверение в дальнейшем, и все. Но имеется один охеренный плюс. Это тот, что я могу кататься на вот этих премьерах. То есть, я могу летать на вертолете, я могу кататься на вот этих премьерчиках. То есть, в любую точку штата, если я пожелаю, я могу спокойно взять и уехать на данном автомобиле. То есть, это тоже довольно-таки неплохо. Чем это неплохо, то, что у вас есть постоянно бесплатная машина. Вам не придется брать этот гребаный скутер, и вы можете спокойно кататься на ней куда угодно, когда угодно и где угодно. Опять же, если вы умрете, вы появитесь в организации, возьмете машину и спокойно поедете. То есть, это хорошо, конечно. Единственное, что мы не спаунимся сразу в организации, нам приходится ехать сюда в автошколу, дабы начать рабочий день. Это, конечно, не особо. Но хотя, во всем есть свои плюсы, если у вас имеется домик, то почему бы и нет. Эту машину мы припаркуем, давайте сюда, и проверим вертолетик. Вот на вертолете я всегда хотел летать очень долгое время. Не знаю, смогу ли я на него вообще летать, именно сейчас, или там с какого-то определенного ранга. Мне интересно, правда, это вся организация сейчас, поэтому я буду ее рассматривать. Армия, ПД, там, банды, это уже давно так напрягает. У вас нет лицензии пилота. А, ну да, я забыл, у меня же отобрали лицуху на пилотирование. Не знаю, правда, кто, какой-то мент, и сказал то, что типа по ошибочке. Ну, это мы разберемся. Итак, значит, как меня принимали? Что я хочу сказать? Нас всех построили в автошколе и начали принимать экзамен. Нам сказали, что такое РП в обычный чат. Мы ответили любые там вообще приколы, то есть там род, род там папы, или там, я не знаю, прокурора, я не знаю, ну кого угодно, в общем. И в итоге нам говорят МГРП, там все дела. Ну, мы спокойно это пишем уже, нормальные РП-термины. И в конечном итоге нас всех приняли. Далее нас построили на заднем дворе, объяснили, что к чему, что мы должны делать. Опять же, в рацию можно писать. Не знаю, кто тут онлайн. Управляющий, 10 ранкаш. Нифига себе, опасная фигня. Это, я так понимаю, лидер данной организации? А, нет, слушай, это еще, то есть, получается, это еще не лидер, но это 10 ранкаш. Нифига, тут, конечно, качаться нужно до управляющего. Ну, что поделать? Ну, хорошо. Я так понимаю, лидер, это у нас директор нашей организации, но посмотрим, я еще лидера ни разу не видел, вроде как, или же видел, но не помню его. Но, честно, уже не знаю, я в этой фракции никогда не был, поэтому за лидерами я здесь никогда не следил. Я слежу за лидерами банд, армии, ПД, дабы я могу туда пойти в любой момент и там немного поразвиваться, хотя желаний развиваться у меня там особого нет. То есть, у меня желание имеется в инструкторах сейчас развиться, покататься вот на этих машинках, посмотреть, что тут да как, и в дальнейшем, разумеется, уже нормально, так сказать, потащить. Если у меня это, разумеется, получится. Так, у нас этот Габриэль Ричи, давайте, кстати, ему напишем на будущее. Возможно, он согласится со мной играть. Так, давай. 5-5, так, тан-тан-тан-тан, гоу 20кк. Гоу 20кк, будет ли он 20кк, я не знаю. Во, 20-140 миллионов. Нифига себе ты, конечно, тащер. С кем? Ну, со мной. Ну, со мной, ё-моё. Со мной, с кем ещё? Если ты желаешь, то, в принципе, мы можем отыграть в следующей серии. Серия эта будет довольно-таки коротенькая и информативная. Крупующая. А, то есть, вон как она. Понятно всё, то есть, нужно искать ещё и крупу. Ну, всё ясно. Эта серия довольно-таки такая информативная, так как мы здесь просто сейчас поиграем, покатаемся, посмотрим, что да как. Вообще, единственное, что мне в инструкторах нравится, это то, что ты попросту можешь кататься вот на этих машинках. Ну, и, разумеется, скорее всего, летать с определённого ранга на вертолёте. Потому что с первого ранга, я не думаю, что там можно летать на вертике. Но на машинках ты можешь кататься, я так понимаю, с любого ранга, в любую точку штата, в любой момент. То бишь, выезжать на выезды. То есть, если тебе там говорят, типа, мне нужна лицензия там на то, на то, ты можешь выехать и спокойно отдать лицензию. То есть, на оружие, там, на пилота, ты можешь, я так понимаю, выдавать лицензии. С пятого ранга можно будет выдавать лицензии на бизнес, это самое интересное, потому что лицензия на бизнес стоит 100 тысяч вирт, так как бизнесы сейчас довольно дорогие и само собой на них нужны лицензии в определенный момент, конечно редко, но по 100 тысяч можно срубать. Не знаю как тут выплачивается зарплата, если мы допустим 500 вирт от бомжа забираем, они нам идут или не нам, я это точно не знаю на самом деле, если конечно же нам, это просто потрясающе, вы напишите пожалуйста в комментариях, будем вместе с вами эту фракцию обозревать, смотреть что тут и как, что здесь делать, какие тут команды, пишите все ребят в комментарии, я обязательно все комментарии прочитаю, я их и так постоянно читаю, постоянно слежу за комментариями что тут и как, потому что если не следить, то будет хаос. Само собой, и это просто потрясающе на самом деле, мне очень нравится на самом деле эта организация, но пока что я ничего не могу делать, как вообще, давайте сейчас подробно объясню как все это проводилось, на стриме я увидел то, что мол так и так, ну типа там прием инструктора, вы можете кстати подчекать стрим, он имеется на канале, посмотрите, там примерно в конце меня как раз таки и принимали, подхожу я сюда, как обычный такой самаритянин, здесь принимают у меня экзамен, спокойно у меня приняли экзамен, я такой, блин, ну ладно, хорошо, как бы все, экзамен принят, мне говорят, переодевайся, ну я как порядочный человек переоделся быстренько, клист сначала, ну потом уже или я не знаю когда, нужно было надевать пятнадцатый, почему пятнадцатый не понимаю, если честно, нас всех построили вот здесь вот, и начали объяснять, что такое автошкола и то, что мы все говно, как говорится, но мы все поняли, нам сказали то, что у нас 24 часа, это наш, так сказать, пробный день, если мы справляемся с ним, то спокойно идем нахер и можем работать, если же мы не справляемся, то идем просто нахер и идем только на ВЛВ, потому что нас увольняют, и чувака сразу, кстати, тут спалили сломкой, то бишь, сломкой нельзя, когда его спалили сломкой, его просто взяли и уволили, это довольно-таки серьезное было дело, в принципе, вот и все, ребят, это все, что я хотел вам сказать, я, кстати, пропадал, почему так долгое время я уезжал, куда я уезжал, что я делал, и что там вообще, и как с квартирой, на которую я коплю, потому что, я думаю, вы понимаете то, что я сейчас на стримах, кто бывает, тот знает то, что я коплю на переезд, на новую квартиру, поэтому такие вот дела. Поэтому у меня настроение бывает херовое, но ладно, в принципе, не суть важна, ребят, на этом я просто давайте закончу, следующий ролик уже будет там, где я, наверное, буду экзаменатором принимать экзамены у бомжей и прочее, там, отыгрывать рп через биндер и всю вот эту вот херобору, поэтому этот видос был информативный, надеюсь, вы поставите лайкосик, потому что все, я вам рассказал, что как, кого вообще, будет опять же розыгрыш, все, ребят, всем удачи, всем пока, завтра ждите видоса, после выхода этого видосика. Ну и все, будем теперь в автошколе, ребят, радуйтесь, наконец-то какая-то интересная фракция, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok